Союз промышленников и предпринимателей провел собрание на одной из люберецких компаний. На сей раз гости посетили производственное предприятие «Атесси», где была представлена новая система пожарной безопасности. К встрече присоединился и глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Экскурсию по «Атесси» провел Сергей Шатилов. Это уже не первый подобный визит на предприятие городского округа Люберцы. На них промышленники знакомятся с производством своих соратников, а также обмениваются опытом и знаниями. Все-таки проблемы производственных предприятий, они так или иначе, они общие для всех. Может быть, кому-то будет интересно, как мы эти проблемы решили, и по части того, что, может быть, вы учтете наш опыт для того, чтобы эти проблемы также решить у себя на предприятии. В собрании приняли участие 23 руководителя ведущих предприятий городского округа Люберцы, которые входят в состав Союза предпринимателей, а также руководители служб МЧС, служб Мособл Пашспаса, представители администрации городского округа Люберцы и глава Владимир Ружицкий. Надо дать должным ребятам, они все поставили на ход сегодня. Ну, по сути, домашняя еда, все очень вкусно. Пожаробезопасность. Тема пожаробезопасности на предприятии «Атесси» занимает особое положение. Напомним, полтора года назад отделом надзорной деятельности в компании были выявлены некоторые нарушения. Руководители предприятия решили самостоятельно эту проблему совместно с компанией «Солард», которую представил на встрече исполнительный директор Владимир Гайдук. Вот это сердце всей системы «Стрелец», которой программируются все дымовые датчики. Кроме того, Владимир Гайдук добавил, что при полном выключении всего предприятия источник питания системы «Стрелец» может работать в течение 7 суток, что и дает дополнительную безопасность. Всего на производственном цехе расположено 25 дымовых датчиков, каждый служит 7 лет. Также на предприятии установлена система оповещения «Амур», которая в случае задымления считывает сигнал и подает его на охрану, сообщая об источнике возгорания. «Они говорят 8 минут, а могут больше говорить. За это время люди должны покинуть помещение». Также гостям показали наглядную программу, проверяющую систему на качество и исправность всех датчиков. «Вот мы сейчас включим второй этаж, видите, что они идут не через пожар, а второй этаж». Быстро покинуть помещение позволяет не только подготовка персонала к чрезвычайным ситуациям, но и количество запасных выходов. В здании их шесть. Также гости посетили выставочный зал, где представлены образцы продукции. «Далеко не весь полный список продукции мы можем себе представить, потому что ограничены площадями. Здесь в основном такие яркие представители нашей номенклатуры, производимой продукции». Предприятие серийно производит более 500 единиц кухонной продукции. В ближайшее время компания планирует выводить на европейский рынок свое автоматическое оборудование. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова